Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Недельная глава называется «Шайфтим». Первая фраза – это «Судьей и насмотрщик поставь себе в своих воротах». То есть, по всей видимости, обращается Тора к еврейскому народу, что должна быть система судьей и насмотрщиков. И на первый взгляд, эта митсва относится к государственной митсве, если так можно сказать. То есть, они относятся к каждому еврею. Евреи, как народ, должны проследить, чтобы была система. Действительно, приводится, что в каждом городе был свой суд, в каждой области был свой суд. Если один суд не уверен, или вы хотите оспорить его мнение, вы можете идти в более высокий суд. Это был главный суд, в Иерусалиме был суд 71 великого раввина, был еще один суд 23 раввина. Была огромная, замечательная система судей. И, по идее, эта митсва не относится к простому еврею. Но интересно, что Тора написала ее в единственном числе. Титэн лэхо. Лэхо в единственном числе тебе, себе. Создаю впечатление, что Тора разговаривает с каждым из нас. И эти судьи и надсмотрщики, что-то имеют с каждым из нас общее. Причем, еще интересно, как бы, много со временем. Всегда тендельная глава выпадает на месяц элуль. Месяц элуль, или сам начин. Первая, это первая глава месяца, или вторая. И месяц элуль, это вступительный месяц перед Рашашана. Рашашана, это день, когда судится весь вейский народ, весь мир. Потом 10 дней раскаяния, идет покаяние. И вот эта недельная глава, она вступление в месяц элуль. И суд напрашивается, что должно быть что-то общее между недельной главой, которая говорит о судях, и суд, который нам предстоит уже меньше, чем через месяц. Мы, еврейский народ, есть обычаи, весь месяц элуль, трубят шафар. Многие евреи уже начали говорить слихот. Сефарские евреи уже начали говорить специальные молитвы слихот. Ашкинавские евреи начнут это только через несколько недель. Многие евреи специально добавляют специальный тейлим. Есть псалом, лодовит, который почти все добавляют в шахарисе, некоторые в минху, некоторые в марю. То есть евреи уже начинают подготовление к суду. Интересно насчет шафара, чему шафар, мы как бы за целый месяц, за целый месяц до Шашанап начинаются эти приготовления. Я слышу замечательную историю, или правда, или нет. Но женщина пришла к Равину. Женщина пришла к Равину, и она сказала Равину, что она хочет развод. Но она все, она не может так жить. Она не так давно вышла замуж, буквально там меньше года. Но она уже хочет развод, страх и ужас. Равину спрашивает, что случилось. Говорит эта женщина, что мой муж, шаббез, мы поскушали трапезу, чел, мясной чел. Потом мне мой муж говорит, слушай, дорогая, сделай мне, пожалуйста, чашечку кофе с молоком. Так я не могу с таким человеком жить. Мы только что покушали мясной чел. Он меня просит, прямым текстом, он сказал, сделай мне чашечку кофе с молоком. Ну, Равин говорит, наверное, может быть, вы уверены, что мой муж, шаббез не был мясной? Нет, мясной был чел. Может, он не сказал смол. Нет, он сказал, что кофе с молоком, прямо сразу после чел. Он меня попросил, этот наглец, прямо смотрел мне в глаза и говорит, дай мне чашечку кофе с молоком. Все, развод, я не хочу с этим жить. Ну, Равин не понимает, что делать. Вроде бы религиозная семья, религиозный парень. Я узнал этого парня, когда он тоже вызывает в себе этого мужа и говорит, что происходит. Мне твоя жена говорит, что сразу после чего он попросил сделать тебе чашечку кофе с молоком. Как это может быть? Он говорит, Рэбе, я с ним уже женат, женат мне полгода. Все, что я не прошу, у нее занимает как минимум 6 часов, пока она это сделает. Так я подумал, я попрошу кофе. Пока она это сделает, это кофе будет, как раз 6 часов пройдет. Да? Я уверен, что мужчины улыбаются, женщины тоже улыбаются. То есть мы, как евреи, почему я эту историю рассказываю, мы, как евреи, понимаем, что если нам сказать, что рожошина будет через месяц, так нам надо начинать приготовление как минимум за месяц до рожошина. Мы не можем прям за день до рожошина начать. Понимаете? Пока мы пойдем, пока мы проснемся, пока пойдем, пока надо собраться, пока найти махзор, надо же понимать, подготовиться и так далее. И после всех этих приготовлений, в конечном итоге, в последний день, перед рожошина, люди начинают искать. Но этот шафар, который уже начинает трубить, сегодня, уже трубил шафар утром в синагоге, вчера. Опять-таки, многие женщины точно не ходят в синагогу, я не знаю, все мужчины ходят. Но шафар, он трубит, он каждый из нас, у меня душа его чувствует и слышит. Мы должны проснуться. И вот, когда мы просыпаемся, в месяц, приходит недельная глава и говорит нам, возьми судей и надсмотрящий к себе в своих воротах. Который таки, да, обращается к каждому из нас. Не только к нашему народу, но и к каждому из нас. У нас есть брата. У нас точно так же, как любой компьютер, любой какая-то машина, там есть разные отверстия, разные, что можно подсоединить, можно такое подсоединить, такое подсоединить, разные виды отверстий, разъемов. У нас тоже, у нас есть, слава богу, два уха, у нас есть рот, у нас есть глаза. И мы, во-первых, с одной стороны, мы поглощаем информацию, мы слышим, мы видим. С другой стороны, мы говорим, у нас есть рот, мы выдаем информацию. Так это наши брата. Говорит Тора, одно из объяснений, что Тора обращается к каждому из нас, мы должны поставить судей и надсмотрящих к себе, каждому в отдельности. Есть вещи, которые из нас никто не сможет сделать. Никакой раввин, никто не может помочь. Если я не буду следить за своими глазами, куда я смотрю и что я читаю, и что я вижу, если я не буду следить за своими ушами, кого я слушаю, к кому я прислушиваюсь, это я должен делать. Поэтому Тора обращается лохо к каждому из нас, Тора обращается, что ты сам со собой должен проследить. С другой стороны, можно это объяснить лохо, себе. Обычно слово себе, это значит для себя. С одной стороны, себе это кажется от себя, но с другой стороны, себе это для себя. Иногда люди думают, что все эти запреты и законы, даже люди, которые это, слава Богу, соблюдают, но они когда-то чувствуют, что они делают Всевышнему большое одолжение. Что вот, я уже это, Всевышний там, наверное, столько мне задолжал за весь год. На самом деле, все эти законы я делаю для себя. Больше всего выигрывают, получают от этого я. Я, моя семья, кстати, тоже. Так лохо, если вы помните, третья недельная глава в Торе называется лохло, когда Бог сказал Аврааму, иди в землю обетованную, Он ему сказал, иди себе, лохло, Святой Раши говорит, что ему сказали, иди для себя, ты выиграешь, для тебя это будет хоть дальняя дорога, и ты все вроде бы должен бросить, но для тебя это будет очень выгодная сделка, если так можно сказать. Лохо, это для тебя, который нам говорит, ты будешь следить за своими глазами, ты будешь следить за своим ртом, ты будешь следить за своими ушами, что ты слышишь. Да, евреи, религиозные, богобоясные евреи, не всякие фильмы можно посмотреть, мягко говоря, не всякие. Да, нельзя ходить в некоторые места, которые обычный, обычный в кавычках человек может пойти. Да, я не имею права говорить вещи, которые иногда хочется сказать, но я себе делаю обложение в первую очередь. И можно немножко это проиллюстрировать, когда человек, например, молчит. Да, есть вещи, которые нельзя говорить, нельзя говорить лошонаран, нельзя сплетничать, нельзя кого-то проклинать, кричать. Написано, интересно, царь Давид, если посмотрите, в 38-м псалме, там фраза такая есть. Ани, ке хереш ла эшма, я как глухой не слышу, ке илэм ла ифтахпив, и как ла эфтахпив, я как немой не открою рот. Так, люди, комментарии подчеркивают, посмотрите, немножко мелочь, но немножко изменилась глагол. Как царь Давид пишет о человеке, который, мол, это самое, не слышит. Я, они, написано, что ке хереш, я как глухой, который сейчас не слышит. А про немого написано, я не открою в будущем времени. Так, Абшал Мизамин сказал, что если человек будет глухим и не слышит, когда против него что-то говорят, да, про меня что-то сказали, да, кому-то что-то не понравилось, да, мало ли что, но я промолчу, я не отвечу. И не потому, что мне нечего ответить. Поверьте мне, у меня есть, что ответить, я тоже еврей. У меня есть, что ответить, причем хорошо ответить, ух, хорошо я мог бы ответить. Я промолчу, тогда если я буду как глухой, который не слышит, так тот человек, не я, тот человек не откроет больше рот, он будет дальше молчать. Разумевается, что если у вас есть какой-то секрет со всеми мириться, ни с кем не ссориться, молчите просто. Молчание, наши мудрецы, кстати, это промолчание, это один из судей и надсмотрщиков над одним из наших воротами, это наш рот. Что мы говорим, как мы говорим, всегда лучше промолчать. Если вы посмотрите в Пирке, вот один из мудрецов сказал, что я жил среди мудрецов, но я лучше всего, лучше, чем молчание, я ничего не нашел. Один из комментариев в Рош, он пишет, очень интересную вещь, он говорит, что надо больше переживать, что если что-то не то скажешь, чем если ты потеряешь деньги. потерять какое-то слово, это хуже, чем потерять деньги. Деньги не могут вернуться. Ты потерял деньги. Если ты потерял слово, ты уже что-то сказал, ты уже потом не вернешь. И очень многие люди бывают ситуации, когда они в прямом смысле слова теряли и всю свою карьеру, и всю свою, иногда разводы могут быть. Человек, если человек приучит себя, это непросто, я согласен, все мы евреи, евреи большой язык, но если человек приучит себя не отвечать, действительно молчать, когда ему хочется сказать, больше всего выиграет не только тот, которому вы не ответили, но вы сами. У вас будет легче жизнь, у вас будет больше знакомых, больше родственников, больше друзей и так далее. Ваша семья будет лучше к вам обратиться. То есть, говорит наша недельная глава еще раз, поставь надсмотр чехов и судей в раутах своих для себя. Кстати, раз уже мы говорим про наш род, наш род мы говорим, то, что мы выдаем, если так можно сказать, но в наш род, что мы кушаем, тоже надо следить. Даже люди, которые соблюдают кашрут, уже все мы знаем, те люди, которые соблюдают кашрут, есть кошерные, есть кошерные. Есть разные виды кашрута. Иногда человек, да, мне тогда сказали, это кошерные, там букашек почти что нет. Мне тоже сказали, да. Очень часто человек, когда он видит уже эту еду, очень тяжело самого себя убедить, что на самом деле богобоязненный век такой он не должен кушать. Ну, тоже надо следить, И это должен быть, с одной стороны, должен быть судья, решить. И ты угодно смотришь, что действительно этот человек делал. Я вспоминаю еще насчет молчания. Очень интересный комментарий. У нашего еврейского народа есть четыре праматери. У нас была Сара, Ривка, потом были две сестры. Лея и Рохов. Очень интересно. Лея и Рохов, они по-разному служили Богу. Лея, она очень много молилась. То есть написано, что у Леи были заплаканные глаза. Лея, она очень-очень много молилась. Она думала, что она выйдет замуж за Эйсова. Она выплакала себе глаза. Рохов. Интересно, про Рохов написано, что она промолчала. Когда ее сестра выходила замуж за Якова. Хотя на самом деле она должна была выйти замуж за Якова. Рохов промолчал. Рохов Якову ничего не рассказал. Так интересно, что потом специально Бог сделал так, чтобы Рохов похоронили. По дороге в Вавилон. Чтобы когда еврейский народ выходил в изгнание Вавилонское, они прошли мимо могилы Рохей. И написано, что они там молились. Бог услышал. Она как бы вышла. На том свете она уже много-много лет была в мире ином. Но она как бы вышла навстречу этим евреям, которые шли в Вавилонское знание. И Бог услышал ее голос. В пророках написано, что Бог услышал голос Рохов. Почему Рохов? Ведь я бы сказал, что если есть две сестры, Лея и Рохов. Лея, она все время молилась. Рохов, она была знаменитой тем, что она умела промолчать. Наоборот, надо было похоронить там Лею. Чтобы Лея хорошо помолилась за еврейский народ. Есть разные объяснения, но наоборот, надо было Лею тогда похоронить. Лея же, как говорится, молится. Но мы видим отсюда, что иногда человек своим молчанием может заслугу получить больше, чем даже когда человек молится. Когда человек сумел промолчать, когда человеку хочется что-то сказать. Человек огромная заслуга. Когда у нас с вами иногда хочется что-то сказать, что-то ответить. Мы не ответили, мы промолчали. Это огромная заслуга. И сегодняшний в долгу не останется. То есть человек, который следит за своим ртом, за своими ушами, за своими глазами. Дальше в нашей недельной главе написано про, раз мы уже говорим про судьях, написано, что человек, у него есть какая-то тяжба с другим, или вопрос разные виды крови, или там есть разные сложные запреты крови, или вопрос какая-то денежная тяжба, любая тяжба, написано, что ты пойдёшь в Иерусалим, в Верховный суд, и написано, ты пойдёшь кровину, которое будет в твоём поколении. Очень интересный момент. Два лишних слова. Во-первых, слово «будет» — это лишнее слово. Надо было написать, что ты пойдёшь к кровину твоего поколения, которое будет. Слово «будет» — это лишнее слово, на самом деле. И в комментариях говорят, что интересная вещь. Равин должен жить своим поколением. Будет, видите, это «ее», то есть он существует. Если ты пойдёшь к кровину, которая будет существовать, если так можно сказать, в твоём поколении, так кровин должен жить в своём поколении, узнать тоже, что происходит. Во-первых, в каждом поколении свои вопросы. Недавно вот у нас в Бесмедаше обсуждали один еврей, позвонил в пятницу. Недавно в эту пятницу позвонил, он поехал отдыхать. И так получается, что если он возвращается домой вечером, в пятницу вечером, то включается свет. То есть автоматически там эссенса, значит, включается свет. Невозможно его отключить. То есть он, когда заходит к себе домой, он включает свет. Вопрос — «Так не ходи, сиди дома». Да, но он хочет пойти в синагогу. Теперь вот эти вопросы, когда человек проходит, включается свет, выключается свет, можно ли так делать? А если человек болен? А если всех этих вопросов сто лет назад не было? То есть должен быть раввин, который разбирается с современной технологией. Кроме этого, должен быть раввин, который понимает современное поколение. Даже те вопросы, вот сейчас я начал урок, что сейчас сезон раскаяния, сезон возвращения. Если вы посмотрите во многей литературе, лет 300-400 назад, приводится, сколько постов надо поститься за такой грех, сколько постов надо поститься за такой грех и так далее. Наше поколение будет другое поколение. Понимаете, если какой-то человек, который хочет раскаяться, придет к раввину, он ему скажет «Да, иди». «В снегу поваляйся». В нашем поколении это не работает. То есть раввин должен понимать, с кем он разговаривает. Тора не изменилась. Я подчеркиваю много раз. Тор никогда не изменится. Законы Тора, которые Бог дал, Бог все понимал, что будет, что изменится. Бог дал эти законы. Законы сами не изменились. Но дано раввинам каждого поколения понимать, как применять эти законы в нашем поколении. И человек должен понимать, кто к нему приходит. Поэтому, кстати, очень важно, и не всегда, это очень такой нюанс важный, не всегда вопрос, который у еврея есть, надо задавать самому великому раввину. Иногда лучше задать этот вопрос тому раввину, который вас лучше знает, который ваша знает всю ситуацию, который лучше знает вашу семью, который знает все нюансы. Тогда простой вопрос, просто простой кусок курицы, или он кошерный. Не кошерный, не важно. Есть вопросы, которые для того, чтобы ответить, не только достаточно знать Шелхана Рух, надо знать вас, раввин должен знать вас, вашу семью, откуда вы приехали, кто вы такие, рассказывать интересную историю. Рабхая Мойзер был великий раввин Рабхая Мойзер, он был раввином Вильнюса, это был, собственно говоря, последний довоенный раввин Вильнюса, и один раз он учился, у него был вопрос, он с другим раввином, они сидели и учились, вдруг стук две, заходит простой еврей и говорит, Рабхая, вы знаете, я Коин, скажите, пожалуйста, Коин может брать себе разведенную? Теперь, это в Торе написано, то есть такой вопрос, не надо знать Шелхана Рух, это прямым текстом в Торе написано, что Коин не имеет права жениться на разведенной женщине. И тот второй раввин даже немножко расстроился, что над такими глупостями приходят, Рабхая Мойзер сказал, да, можно, тут уже совсем, тот раввин был в шоке. Понимаете, Рабхая Мойзер был великим, на таком Торе он мог, иногда надо найти какое-то послабление, что-то найти, какое-то оправдание, что-то где-то, но тут в Торе написано, и к нему пришел Коин, задает вопрос, или я могу брать разведенную? Ему говорят, да, он был в шоке, тогда тот человек ушел, второй раввин сказал, что Рабхая Мойзер, извините за нескромный вопрос, но что вы ему сказали? Говорит Рабхая Мойзер, вы не понимаете, он кучер, он кучер, и у него учили, как в наше время таксист, да? Так он в детстве помнил, что в Хейдере его учили, что Коин, наиды, что Коин кенешь немы на грушу, Коин не мог брать разведенную. Так он хотел знать, он женатый человек, я его знаю, он женатый человек, он не женится сейчас. Он, к нему пришла разведенная женщина, хотела, чтобы он ее подвез куда-то. Так он хотел знать, или можно взять, имеется в виду, взять разведенную, подвезти ее куда-то. Понятно, что можно? Так я ему сказал, что можно. Почему я рассказываю эту историю? Потому что Равин, кроме того, что он должен знать, что в Торе написано, что Кой не может жениться на разведённый человек, Равин должен знать, кто ему задает вопрос, как ему ответить, какой уровень религиозности у этого человека. Поэтому в Торе написано, поиди к Равину, который будет, который является Равином именно твоего поколения, который живёт этим поколением. И поэтому, кстати, в Талмуде очень часто написано, что в Талмуде приводит во мнение, и какой закон мы не знаем. Написано, подождём, когда придёт Ильяу Анови, пророк Ильяу придёт, он нам всё расскажет. Также в Талмуде написано, если вы нашли какую-то находку, вы не знаете, кому её вернуть. Ну, всегда у вас будет, пока не придёт Ильяу, пророк Ильяу придёт, он всё расскажет. То есть много-много раз написано, мы ждём, не дождёмся, когда придёт пророк Ильяу, и он нам всё расскажет. Как и что, к чему. по идее, нам бы Мой Шарабейн должен был рассказать. Тору дали через Мой Шарабейн. По идее, самым великим раввином всех поколений был Мой Шарабейн. Может быть, Шлой Мамела в царь Соломон был самый, может быть, умный, но самый великий именно раввин был Мой Шарабейн. Наверное, надо было бы сказать, чтобы Мой Шарабейн нам рассказал, почему Ильяу. Потому что у Ильяу есть очень большое преимущество. Ильяу, а на ви пророк Ильяу, он никогда не умер. Он живьем ушел. приехал к каретам, он на небеса живым пошел. Написано, что Ильяу до сих пор жив. То есть он прожил в каждом поколении. То есть он такой раввин, как у другого нет. Он раввин каждого поколения. Значит, в 17 веке он тоже был раввином. В 16 веке он был раввином. В 21 веке он тоже раввин. Поэтому именно пророк Ильяу будет отвечать на все эти вопросы. С другой стороны, иногда человек, ну хорошо, уговорили, что надо, чтобы раввин жил этим поколением. С другой стороны, приходишь к раввину. Да, думаешь. Вот, былые времена, если почитать там литературу, автобиографию, всякие биографии раввинов, какие они были раввины, как они были поглощены в Тору. Они были, сколько они всего знали. В наше время есть раввины. И сейчас я ни в коем случае не хочу опустить уровень раввинов нашего поколения, но по сравнению с раввинами 50 лет назад, которые жили, или 100 лет назад, все согласны, что не сравнить. И люди иногда, знаете, вздыхают, ну что уже. Поэтому Торо говорит, иди к раввину своего поколения, чтобы ты знал, то, что он тебе скажет, это как будто Бог тебе говорит. Мой Шипанштейн пишет предисловие к своему многотомнику. Мой Шипанштейн, который тоже с ним никто не может соревноваться в нашем поколении, но в своем поколении, это был середина 20 века, он пишет, что кто я такой писать закон? А вдруг я ошибусь, кто я такой? Он уже в своем поколении писал, что слушайте, я не на уровне, здесь были такие великие комментарии шелханаруха и так далее. Кто я такой? Мой Шипанштейн, он, кстати, был очень знаменит своей скромностью, я буду писать закон, я пишу, что Бог от вас хочет. Громой Шипанштейн приводит подтверждение, что если раввин принял какое-то решение, значит, Бог с этим согласен. Даже если, может быть, этот раввин кого-то другого поколения бы так не сказал. Может быть, другого поколения, может быть, были бы более умные люди, они бы по-другому сказали, но в нашем поколении тот раввин, который, опять-таки, надо знать, чтобы это был таки раввин, уже слово раввин, к сожалению, в наше время тоже понятие растяжимое, да? Ну, понимаете, люди знают, евреи в глубине души, я понимаю, все знают, что когда подразумеваются мудрецы Талмуда, мудрецы Торы и так далее, это имеется в виду мудрецы Талмуда и Торы. Если они вам говорят, на ихнем уровне, они принимают решение, обдумали и приняли решение, это значит, что Бог это так считает. Бог пишет в Торе, то есть это не я говорю, откуда я знаю, что Бог считает. Поймите меня правильно, я не пророк, я только учусь. Но я знаю, что в Торе, который Бог нам дал, написано, что ты должен идти к раввинам этого поколения и слушать их, то, что они тебе говорят право или лево, что бы они тебе ни говорили, их надо слушать. Более того, тут же начинается еще интереснее. Написано в нашей недельной главе, что если кто-то будет оспаривать решение Верховного суда, теперь, если вам не нравится то, что ваш местечковый суд постановил, пожалуйста, вы можете апеллировать, идите в городской суд. Если вам не нравится городской, идите в областной, идите в Верховный, но когда вы пришли в главный суд, Сен-Эдрин, там принято решение, там было голосование, принято решение, не так, как вы считаете. Теперь я говорю, вы, ну, мы люди простые и скромные, мы говорим, какой-то большой раввин, какой-то великий большой раввин, который, возможно, даже по уровню своему не меньше тех раввинов, которые сидят в Сен-Эдрине. Эти раввины, Сен-Эдрина, 71 раввин, они проголосовали и приняли решение, даже не единогласно, они приняли какое-то решение. Например, и потом он говорит, нет, а я все равно остаюсь при своем мнении, если он возвращается в свой город и говорит, слушайте, они могут оставаться при своем мнении, а я остаюсь при своем, и он в своем городе всем говорит, делает, как он считает, в нашей недельной главе написано, он получает смертельный указ, смертный указ, немножко непропорциональный, вроде бы, причем там не вопрос, который возник среди этих раввин, какой-то великий вопрос, просто какой-то мелкий вопрос, но если кто-то оспаривает решение суда, ему идут в смертный указ, а при этом не просто и смертный указ, его не сразу казнят, его казнить будут во время праздника на Холомоид, чтобы все евреи это видели. Приводится, что Холосура должны быть, Ишма ваиро, все должны это видеть, специально это делается в Холомоид, когда все евреи приходят в Иерусалим, там, где находится Верховный суд, в Иерусалиме при всех ему дают смертную указан и объявляют, всем объявляют, за что его казнят. Почему Всевышний, который наш отец милосердный, который сама доброта, который нас очень любит, здесь такие суровые и строгие законы. Между прочим, маленькое отступление, практически смертная указан очень-очень редко принималась в Рецком суде, практически большинству никогда это не доходило, даже если приходили свидетели, очень часто пытались, чтобы этих свидетелей свидетельства не приняли. Написано, что даже если раз в 70 лет кого-то там убивали, это было уже жестоко. Не думайте, что практически направо-налево казнили. Но в Торе написано, что как минимум запугать, человек оспаривает законы суда, все, смертная указан. Еще, я постараюсь скоро ответить, но еще момент тоже в нашей недельной главе. Пророки. Это уже немножко дальше от нас, к сожалению. Даст Бог, чтобы мы дожили, чтобы у нас были пророки. Пророки тоже. Обязательно, что если человек лже-пророк, смертная указан. Если человек, даже не лже-пророк, он говорит правду, но с ним Всевышний не разговаривал. Он подслушал, если так можно сказать. Он узнал какого-то другого пророка настоящего, что ему Всевышний сказал. И теперь он от своего имени это говорит. Не обман. Бог так и так говорил. Смертная указан. Если кто-то не слушается пророка, тут уже Раша говорит, внимательно показывает в Торе, тут уже не смертная указан суда, но Бог, написано, что Бог его убьет. То есть смертная указан идет в небес. Если кто-то не слушается этого пророка, Рамбам приводит, то есть приводится история, представьте себе, приходит пророк и говорит, что мы вот в эту субботу должны начать военные действия. Приходит пророк от имени Бога, то есть пророк, который мы знаем, что он пророк, не самозванец, и он говорит, что все мужчины должны взять оружие, мы должны начать военные действия, почему-то освободить, напасть, неважно. Есть какой-то пожилой еврей, который всю жизнь соблюдал субботу, который прошел через все ужасы и все такое, никогда ни субботу не нарушал. И вдруг на старости лет вот он будет нарушать субботу. Если он не послушится пророка, ему Бог обещает смерть, потому что Бог по отыкнини себя через пророка к нам обращается. Почему же такое суровое наказание, если кто-то спорит с раввинами, если кто-то спорит с пророками? Ответ, на мой взгляд, очень простой. Это наша связь с Богом. Таким образом Бог с нами разговаривает. У нас есть связь с Богом. Бог создал этот мир, Бог дал нам Тору в 1334 года назад, и Бог продолжает эту связь с нами. Когда были пророки, это вообще было замечательно, он через пророков с нами разговаривал. Приводится интересно, что Шауль, до того, как он стал царем, Шауль, он потерял осла. И он с одним юнцом искал этого осла. Просто потеряли осла. Они сказали, слушай, пойдем, пошли к пророку, пойдем. Шмуэль, был тогда пророком, пошли, пойдем к Шмуэль, он нам скажет, где найти осла. В те времена, извиняюсь, осла потеряли, к пророку ходили. Пророк помогал. То есть у нас был, связь наша с Богом была через пророков. В наше время, наш 1782 год, уже скоро будет «Да, с Богом 83-й», у нас все равно есть связь с Богом. Кроме того, что мы можем с Ним разговаривать, можем к Нему молиться, можем Его просить, вымаливать, сто процентов. Но у нас в ответ тоже, мы можем получить ответ. Когда мы идем к крови, опять-таки к мудрецу, к кровину, к хорошему, умному человеку, и мы идем с серьезным намерением, я хочу знать, что от меня Бог хочет. Я не знаю. Все хотят быть хорошими. Мне говорим евреи, которые хочут придумать, как обойти законы Тора. Мне говорим евреи, которые хочут узнать, насколько плохо, если он это сделает. Мы говорим евреи, действительно не знаем. Ту историю, которую я вам рассказывал, что лучше, идти в синагогу или включить свет, или нет. Бывает ситуация, когда действительно евреи не знают, что лучше, что от меня Бог хочет. Он идет к кровину, и кровина ему говорит. Надо понимать, что Тора говорит, что этот тебе от Бога, Бог с тобой так разговаривает. Поэтому, когда евреи начинают оспаривать, начинают, а, один сказал, бывает ситуация, когда один кровин сказал одно, другой говорит другое. Тоже может быть. Но, опять-таки, я хочу, когда привести пример, я думал, какой хороший пример привести, на мой взгляд, надеюсь, никто не обидится. Есть вопрос, большой вопрос, насчет стены плача. Вот за стены плача уже много лет, там евреи молятся, и, вот за стены плача, многие из вас, я уверен, достоились быть там, там есть перегородка. С одной стороны мужчина, с другой стороны женщина. Да, как и во многих, как во всех синагогах. И, знаешь, сейчас большой вопрос, возник огромный вопрос, что вот, есть такие женщины, которых это не удовлетворяет, надо какой-то, почему, зачем перегородка, есть женщины, которые хотят принести Тору туда, есть женщины, которые хотят там молиться, есть женщины раввины, почему бы нет? Так, знаете, хороший вопрос, я никого качать не буду. Действительно, может быть, откуда-нибудь, я не знаю, кто правил, не знаю, кто правил, не знаю, кто виноват. Знаете что, давайте спросим хозяина, кто хозяинственный плача. Хозяинственный плач, по идее, сена плача, это часть храма, надо Бога спросить. Ну, товарищ Ташки, вы, конечно, замкнули, ну, прям, и вы Бога будете спрашивать, ну, и как это? Ваш дурдом вас посадят, да? Ну, я вам скажу, очень просто. Бог в Торе, в нашей идейной главе написал, что если вы хотите у меня что-то спросить, спросите раввинов. Спросите раввинов, да, у нас нету Санедрина, у нас нету 71 раввин, есть очень много раввинов. Если вы поспрашиваете всех раввинов, в Израиле, за пределами Израиля, действительно серьезных, великих раввинов, я не говорю о раввинах, потому что те женщины тоже считают себя раввин, не знаю, это называется раввинками, раввинами, я не знаю, как они себя называют. Но все мы знаем, да, когда в Торе написано, раввины, которые были в Санедрина, это не то, что Торе имело в виду. Если вы поспрашиваете всех раввинов, 95% раввинов, я говорю 95%, чтобы никого не обидеться, я не знаю, кто эти 5%, которые так не говорят, 95% раввинов говорят, что, конечно, у Стены плач, это самое святое место на сегодняшний день, куда евреи могут ходить, все-таки не должны быть мужчины вместе с женщинами, и не должна женщина ходить со свитками Торы, потому что Тора это Тора, женщина это женщина, так стоит понимать, что это то, что от нас хочет Бог. Теперь, кому-то это не нравится, мне очень жалко, но надо спросить просто хозяина, в нашей недельной главе, это очень важно, что в нашей недельной главе то в Торе написано, что Бог говорит, что надо слушаться, то, что раввины говорят. Люди вообще не любят по простой природе кого-то слушаться, когда они чувствуют, что они умнее всех. Но то, что Тора говорит в нашей недельной главе, и то, что я вам упомянул, что очень серьёзные последствия, если не дай Бог, которые не слушаются, к сожалению, кстати, есть очень много историй, разные неприятные истории, когда простые евреи по глупости нагрубили какому-то раввину, накачали на какого-то раввину и так далее. Были печальные последствия, не потому что эти раввины такие плохие и злые, были даже истории, когда сам раввин простил, но Бог не простил, потому что это его посланник в этом мире. Поэтому наша недельная глава тоже это напоминает, особенно перед такими святыми днями. Очень хорошо иметь крови, на которую можно спросить. Но если у нас даже нет, когда вы знаете, что от вас хотят, вы можете спросить. Это напоминание в нашей недельной главе. Дальше в недельной главе написано очень интересный момент. Еще одну историю. Я обычно не люблю возвращаться, но это просто замечательная история, когда один раввин, он получил должность только раввину. Просто раз уже говорим о раввинах, немножко разрядить обстановку. Так один раввин получил только должность свою раввинскую, молодой раввин, и он пришел к Рябьякову Каменецкому. Рябьяков Каменецкому, он был родом из Беларуси, потом уже много лет он был раввином в Торонто. И он пришел к Рябьякову Каменецкому спросить, вот, я только получил должность раввина, расскажите мне ваш опыт работы, что мне надо знать, какие умные книжки прочитать, знаете, какие, как говорится, какие-то секреты раввина. Рябьяков Каменецкому спросил, в каком городе ты будешь раввином, да, он сказал ему, Рябьяков Каменецкому сказал, ты умеешь играть в покер? Была пауза, как я понимаю, и он говорит, нет. Рябьяков Каменецкому говорит, ты должен учиться играть в покер. Он говорит, Реве, это не то, что я от вас ожидал. Он говорит, очень просто, в том городе я таравин, там простые евреи, евреи простые, там очень популярная игра в покер. Когда я играю в покер, так бывает, там денежные вопросы, когда я играю на день. Кто-то не ту карту положил, не ту карту, куда идут? Простые евреи идут к раввину. Так раввин в этом городе как минимум должен уметь играть в покер. Ты должен понимать свой вопрос. У тебя придется вопросом, ты даже не знаешь, как карты выглядят. Правильно? Да. Действительно, я не рекомендую всем раввинам, я не говорю, что в школах, раввинских школах должен быть целый курс преподавания игры в покер. Но каждый раввин в своем поколении должен знать, если он в городе играет в покер, значит ему надо уметь играть в покер. Просто маленькая история, которую я хотел рассказать. Вернемся еще раз в недельной главе. Дальше продолжение в недельной главе очень интересное. Евреи идут на войну. На самом деле будет целая недельная глава, когда ты пойдешь на войну. Но здесь, ближе к концу недельной главы, написано, евреи идут на войну, и выступает коин, был специальный коин, это была его должность. Мешок, молхом его специально помазали специальным елеем, и потом он, его должность была, он делал вот это объявление, и он говорит, что если кто-то только сейчас, недавно женился, в течение года, пусть он не идет на войну. Потому что он боится, он умрет, погибнет, кто-то другой женится на его девушке. Если кто-то только что построил дом, тоже пусть он не идет на войну, потому что он погибнет, кто-то другой заберет его дом. Кто-то посеял виноградник, посадил виноградник, пусть он не женится, пусть он не идет на войну. Вдруг кто-то другой заберет его виноградник. Паша объясняет, что кто-то другой заберет. Человек переживает. Человек переживает, и если человек с такими переживаниями идет на войну, ему тяжело воевать. Только-только вот, только женился, или он только построил дом, и вот он, и вот он идет на войну, кто его знает, И он с такими чувствами идет на войну. Пусть он идет лучше домой. В Италии объясняют, что происходит. Человек идет на войну. По идее, человек должен бояться, что он погибнет. Он боится, что у него заберут жену, что кто-то женится на его жене. Он боится, что у него заберут виноградник. В первую очередь, человек должен бояться, что он погибнет. Так, в первую очередь, во-первых, мы это видим. Поэтому, что иногда люди в каких-то страшных ситуациях, экстремальных ситуациях, они думают о полной глупости. По идее, человек идет на войну. Он даже боится, что как спастись и так далее. Но он боится, что кто-то другой заберет его жену. Да, люди такие, очень интересно. Это неприятно, может быть, это заслушать. Но люди так устроены, что люди очень переживают, чтобы другому не досталось. Чтобы другому бы не досталось. Часто бывает, что люди счастливые, люди все хорошо. Вдруг они узнают, что у кого-то еще лучше. Человек, например, машина. Все хорошо, замечательно. Потом он узнает, что сосед купил еще лучше машину. Человек дома. Все замечательно. А у другого еще лучше дома. Уже все расстройство, да? Так человек устроен. И это очень плохо. Так человек, который идет на войну, возможно, будет ситуация, что он не столько боится погибнуть, сколько он боится, что в его доме кто-то другой будет жить. Так, как говорит Тора, нам такие солдаты не нужны. Солдат, который, когда он идет на войну, будет переживать, что вдруг кто-то другой, нам такой солдат не нужен. Нужен солдат, который думает о войне. Человек над собой должен, надо очень аккуратно, как мы начали нашу недельную главу, что должны быть судьи, должны быть насмотрящие наши чувства, наши мысли, что мы хотим, как мы хотим. Интересная история. Мама попросила своего сына, не там всем, она случилась, поэтому я рассказываю, очень похожая, кстати. Мама попросила своего сына принести ей что-то из кухни. Сын пошел на кухню и говорит, ма, я не могу найти. На самом деле, сыну эта вещь нужна была. Сыну нужна была вещь. Мама сказала сыну, вот там она в ящике. Сын идет, открывает ящик, смотрит, смотрит, не может найти. Возвращается, мама, я не могу найти. Она в ящике, я тебе говорю, она в ящике, в кухомном ящике. Иди смотри. Он пошел еще раз, не может найти. И мама говорит, ну сейчас я пойду, сейчас я тебе покажу. Мне этот сын рассказывал, что у него двоякие чувства. С одной стороны, он хочет, чтобы мама этого не нашла, потому что он хочет быть прав. Потому что он уже маме сказал, что он не мог это найти. Так с одной стороны, он хочет, чтобы мама таки не нашла это. Но с другой стороны, ему нужна эта вещь. Мне этот сын рассказал очень интересную вещь. У него как бы, с одной стороны, очень интересные чувства у него были. Он споймал себя на мысли, насколько ему эта вещь, вроде бы ему нужна была эта вещь. Но поскольку он уже маме сказал, что он не может ее найти, и он хочет доказать маме, что он прав, так у него возникли эти чувства. пусть лучше мама не найдет, но я буду прав. Бывает такая ситуация. Опять-таки, может, мои слушатели на более высоком моральном уровне, но Тора подразумевает, что есть люди, которые не на таком великом уровне, поэтому Тора говорит, что такое тоже может быть, человек должен за этим следить. Еще буквально несколько минут, я хочу просто обратить внимание, вы сами можете посмотреть это в Торе. Два маленьких момента, которые соединены. В Торе написано, что если кто-то нечаянно убил кого-то, есть целая система, есть города-убежище, куда надо бежать, но ему нужно искупление. Хотя он убил нечаянно, это произошло нечаянно, есть целая система, ему нужно искупление. В других местах Тора тоже приводится, когда кто-то нечаянно нарушит в субботу, по незнанию, по ошибке. Это, я не буду говорить слово наказуемо, но надо принести искупление. Это да, грех. И второй момент, тоже в нашей недельной главе, когда нашли труп, неизвестно, кто его убил. Просто не какого сказано, нашли труп погибшего. Не знаю, кто его убил. Тоже есть целая процедура, есть целая идея, что мудрецы, царейшины ближайшего города приносят специальную теленку, телецу, ее убивают, как искупление еврейскому народу. Обе случая, вроде бы, человек не согрешил. В первом случае, он нечаянно убил. В втором случае, вообще никто не убил. Мы не знаем, кто убийца. Мы видим отсюда, что очень часто человек недооценивает, за что надо просить даже прощения всевышленные. В наше время есть такая тенденция, ну, Бог хороший, Бог простит, мы такие хорошие, особенно если люди стали религиозными, действительно. Я с этим не спорю. Бог действительно очень хороший, Бог добрый, Бог хочет простить. Это все правильно. Но просто надо не забывать, что с другой стороны, везде написано, что каждая мелочь записана, каждая мелочь, за каждую мелочь человек должен отвечать, за каждое сказанное слово, и даже за те вещи, которые он по ошибке сделал, смотря какая ошибка. Иногда бывает, человек совершенно не знал, человек действительно не от него это зависело. Все может быть. Понимаете, если человек там родился в Советском Союзе, он только вообще узнал, что он еврей, когда ему было 37 лет примерно. Понятно, что никто его не будет наказывать за те годы, что он не надевал филип. Но есть ошибки, которые он уже немножко знает. Он мог бы знать лучше, надо быть более аккуратным. И то же самое еврейский народ. Когда мы знаем, я его не убивал, но когда в еврейском народе нашли труп, каждый должен чувствовать на себя немножко ответственность. Поэтому должен быть баланс. Должен быть баланс. С одной стороны, да, мы вступили сейчас в вот эти дни раскаяния, милосердия. Месяц Элуль это очень хороший месяц. Это тот месяц, который сам месяц помогает нам вернуться, приблизиться к Богу. У нас есть, слава Богу, нам Бог дал Торы, нам Бог дал книги, Бог дал, сейчас в наше время есть очень много уроков Торы. Бог хочет и ждет, чтобы мы к Нему вернулись. Даст Бог действительно, чтобы все мы и весь еврейский народ действительно удостоился вернуться, подняться, чтобы у нас действительно, чтобы мы в добрый час были записаны в хорошую книгу. И чтобы тот храм, о котором мы немножко упомянули во время урока, действительно, чтобы он был отстроен, чтобы мы уже приносили, нарушен шон, мы уже приносили преджетоприношение, настолько вот, настолько вот, чтобы весь еврейский народ смог собраться в храме. Всего хорошего, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok,